Поражение, ничья и победа. К четвертому туру ульяновская футбольная «Волга» двигалась поступательно. Закрепить успех прошлой победы волжане должны были в матче против Мурова. Первый опасный момент волжане создали на восьмой минуте. Опасно бил Евгений Воронин. Через минуту гости заставили вступать в игру голкипера «Желто-Черных». Денис Еремеев сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. А вот на 17-й минуте, благодаря фланговому прорыву хозяев, Георгий Уридия мощным ударом в ближний угол счет открыл. Ответ гостей не заставил себя долго ждать. Карим Гираев взял игру в свои руки и мощно пробил со средней дистанции. Мяч угодил в перекладину. Волжане же огрызнулись опасной атакой, но Белал Белалов пробил во вратаря. Команды уже считали минуты до перерыва, когда полузащитник Мурома Алекс Мацукатов дальним ударом пробил Дениса Еремеева. Первая 45-минутка завершилась со счетом 1-1. Мы хорошо подготовились к этой игре, разобрали соперника, знали их сильные стороны. То есть это фланговые игроки, которые идут в обводку, обыграют, обостряют. Не зря они на первом месте идут по обводкам. Поэтому, считаю, справились за исключением пропущенного гола. После перерыва посвежевшая за счет замен атакующая линия Волги начала активно действовать. Но голкипер Муромчан оказался надежен. Евгений Воронин спустя 10 минут под натиском защитников все-таки умудрился пробить. Но мяч прошел выше ворот. Гости не только сумели сдержать атакующий порыв Волжан, но и выйти вперед. В оставшееся время Волга атаковала больше. Соперник отвечал острыми контрвыпадами. Один из которых мог поставить окончательную точку в матче. Однако больше забитых мячей болельщикам увидеть не удалось. Финальный свисток зафиксировал первое домашнее поражение ульяновцев со счетом 1-2. Были шансы на контр-игре и хорошие шансы. Мы и в 3-2 выбегали, и в 4-3 выбегали, но мы это не реализовали. В втором тайме мы сделали замены на усиление игры в атаке. И в целом скажу, что, наверное, ребята с этим справились. У нас до пропущенного мяча было 3 момента хороших. Упущенные очки не позволили Волжанам продвинуться по турнирной таблице. Сейчас Волга с четырьмя результативными баллами занимает седьмую строчку. Впереди выезд в Омск, где подопечные Михаила Белова сыграют против местного Иртыша.